Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня мы продолжим прогулку с нашими друзьями из Гавайских островов по Цесвенскому замку. Мы посмотрим его изнутри. Я постараюсь, чтобы было очень интересно. Во время прогулки по замку я вам расскажу несколько интересных фактов, достаточно малоизвестных. А начну я с лихого барона фон Вульфа. Цесвенский замок возвел в 1894 году немецкий барон Вульф, семья которого владела Цесвена и восьмью прилегающими к нему поместьями с 1815 года, когда купила все это за 246 серебряных рублей. Вообще-то жил барон с семьей в другом замке, Гауинском. А Цесвена отстроил на руинах старинной крепости XIV века для охоты и прочих понтов, якобы в подарок любимой женщине. Здание конструировалось по проекту модного тогда в Берлине Ханса Грисбаха. Кстати, это его единственное строение в Балтии. Ханс Грисбах был сторонником Китча и прочих архитектурных хулиганств. Архитектор и на сей раз не изменил своему характеру и лихо смешал в одном флаконе несколько стилей. Вульфу только того и надо было. Он слыл известным на всю округу выпендрежником и модником. В замке провели электричество, внутренний телефон, водопровод, канализацию. Исключительно с представительскими целями, поскольку барон любил созывать друзей со всей Европы на охоту, а вечером спустить полсостояния в карты. Говорят, если во время игры карта Вульфа падала на пол, то поднимал он ее весьма экстравагантным образом. Доставал самую крупную купюру, поджигал и в ее свете искал пропажу. В 1903 году Адольф и его брат Вальдемар купили первые в Витзамы автомобили и отправили своих кучеров на курсы водителей в Цесис. После двухнедельной учебы новоявленные шофера добирались из Цесиса в Цесвене, это примерно 70 километров, двое суток. Позже братья Вульфы устроили первые в округе автогонки по Псковскому шоссе, пригласив на состязание друзей-помещиков из Петербурга. Вальдемар Вульф ехал на авто, а один из его приятелей летел на планере. Победили колеса. В общем, он не бедный был человек. Это вход в злую башенку Цесвене, но узнав всю ее историю, туда мы не рискнули подняться. Мы пошли на другую башню. С нечистой силой в Цесвене не так густо, как в средневековых замках, но своя мистическая история имеется. В замке есть одна башня. Иногда ее называют башней привидений. С четырьмя окнами, но без единой двери. Есть версия о том, что там могут быть замурованы драгоценности или золото. Только вот проверить ее уже никто не решается. По местному поверью, всякого, кто попытается туда заглянуть, а тем более залезть, ждет скорая смерть. До сих пор предсказание сбывалось. К примеру, два не в меру любознательных директора Цесвенской гимназии, а в замке когда-то была гимназия, Артур Савич и Янис Скуинч в разное время заглядывали в запретные окна с крыши и действительно умерли не своей смертью. Та же участь постигла двух любопытных выпускников гимназии. Ученые склонны считать эту печальную статистику совпадением и объяснять о особенности загадочной башенке гораздо проще. Например, профессор Рой Арспарий это считает, что во время строительства замка башенку закончили на нижнем ярусе, а потом решили усовершенствовать. Вот и достроили ярус с окошками. Правда, сами туда лезть ученые не рискнули. Наука наукой, но мало ли что. Не стали пытать судьбу и пожарные в то злополучное 5 декабря 2002 года, когда замок загорелся и сгорела большая его часть. Мы на самом верху у одной из башен Цесвайнского замка и тут открывается прекраснейший вид на все четыре стороны. Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Немецко-балтийский барон Адольф Герхард Борис Эмиль фон Вульф Родился в королевстве Пруссия, ныне Германия, в Висбадене, недалеко от Франкфурта, 1 мая 1857 года, будучи старшим сыном из пяти детей Детство Адольфа прошло в Висбадене, где он также посещал гимназию. После смерти отца его семья переехала в Цесвене. Он изучал право и экономику в Тартусском университете. В это время он начал жить вместе со своей любовью всей жизни Лотой Элксне Калненей. У них было четверо внебрачных детей. Позже, в 1885 году, Адольф фон Вульф женился на Анне Наталье Шталь фон Гольштейн, дочери капитана двора русского царя Иландрата Ливонии, пережившей самого барона и прожившей 71 год. В их браке родилось двое детей. Жизнь Адольфа оборвалась в расцвете сил, когда в возрасте 47 лет, страдая длительной болезнью, предположительно опухолью, он отправился на лечение в Вену, где и скончался 25 марта 1904 года. Его последнее желание было быть похороненным на холме в Цесвене. Его забальзамировали и доставили в Цесвене по железной дороге Валка-Стукмани. На вокзале его ждала толпа людей. Черная крытая карета, запряженная четырьмя лошадьми и сопровождаемая 60 людьми с факелами, везла гробу о дворец. Утром, в день похорон, 3 июня, гроб относят в цирковь для прощальной службы. Вечером его отвозят для захоронения на холм в Цесвене. Барон Адульф Берхард Борис Эмиль фон Вульф до сих пор лежит на Цесвенском замковом холме. Его единственный законный сын Вильгельм в последний раз побывал на могиле родителя 10 лет спустя, чтобы продать последнюю собственность пивоварню. Он погиб в автокатастрофе в Германии. Ему передалась по наследству роковая страсть к быстрой и бесшапашной езде. Помимо закона рожденного отпрыска у полкова Адольфа Бульфа, было немало детей, нажитых на стороне. Одна из воронских внучек Лилия Калнэня из Икщила, когда впервые объявилась в поместье деда, то поведала занятную историю его любви. По рассказу Лилии Калнэни Адольф Вульф познакомился с ее бабкой совершенно случайно. Ехал он как-то в карете к друзьям, а на дороге на берегу Лилазера увидел девушек, стирающих белье. Он остановился, все кинулись ему кланяться в ноги и целовать руки, а одна, далеко не самая красавица, гордо стояла в стороне. Ну, здравствуй, барон! И разбила ему сердце. Адольф предложил гордячке работу служанки в своем замке. Весной вернулась к мужу, а летом родила сына Яниса. Одного за другим дама родила еще трех сыновей внебрачных вульфов. Барон в открытую заботился о своих мальчиках, помог с образованием, а также поделился собственностью. 5 декабря 2002 года в замке случился пожар. Все горожане сбежались к пылающим стенам и беспомощно созерцали гибель центра их маленького мироздания. Официальная версия причины трагедии – несоблюдение правил противопожарной безопасности. Неофициальных же версий полно, даже самые интригующие. Говорят, что такая скорость огня просто нереальна без посторонней помощи. Только вот чьей? По некоторым сведениям, в 50-е годы, когда меняли крышу, кагабисты нашли на чердаке золотой клад – наследство бывшего владельца поместья, одного из богатейших жителей местных краев – барона Вульфа. Говорят, что не менее золотоносная жила пролегла и под замком, спрятанные в пустотах бесчисленных и неизведанных подземных ходов и погребов баронские сокровища. Есть вероятность, что поджог совершил кто-то из кладоискателей – вандалов, чтобы потом беспрепятственно порыться в руинах. Но клада никто так и не нашел. По свидетельствам местных жителей, окрестности замка периодически наводняются загадочными поисковыми отрядами, которые активно роются в земле. Впрочем, бесчисленные подземные ходы в районе замка действительно имеются. Хоть большую их часть советские власти заровняли бульдозером. Что они таят в своих недрах, вряд ли мы узнаем. Буду благодарна, если вы оставите свой отзыв о том, понравился ли вам мой рассказ во время нашей прогулки по замку. В нашем следующем фильме мы продолжим прогулку с нашими гавайскими друзьями, но теперь уже пойдем в город Мадонну. Кликните лайк и подпишитесь на мой канал. Смотрите мои видео и наслаждайтесь своей жизнью. Ваша зажигалочка.